Друзья, всем привет! До презентации компании Apple остается уже меньше суток, и это значит, что пора обсудить самые новые, самые интересные, свежие новости, которые удалось узнать. Будет интересно, меня зовут Максим, вы на канале Демица Лаунша, в конце просто супер крутой анонс, поехали! Итак, презентация компании Apple, что нам будут показывать? Если вы не хотите спойлерить себе ничего, то давайте я вам скажу так. Презентация Apple, сентябрь 2016 года. Кому интересно, можете пойти посмотреть, я тут на днях посмотрел, и да, скорее всего так и будет. Ну а для тех, кто хочет немножко углубиться в детали, дальше будет спойлерная часть. Вот с этого момента и начинаем. Я вам, естественно, говорю, что покажут новые айфоны 13, 13 mini, 13 pro и 13 pro max. Сегодня утекли фотографии чехольчиков, красивые, зеленые, особенно мне понравился. Из интересного, в последний момент сказали, что не будет версии на 64 гигабайта. И можно было бы возрадоваться, потому что ура, теперь 128 в базе, но есть одна проблема. Зная компанию Apple, это не та компания, которая нам предложит 128 по цене 64. Скорее всего, они поднимут цену на соточку, и они скажут, а мы сохранили цены. Но как бы, извините, 128 изначально стоило дороже. И это не очень-то приятно. Ну, там получается даже не 100 долларов, а скорее сколько, 50-60, но все равно. То есть базовая цена айфона, к сожалению, для нас возрастет, но по факту ничего не вырастает. Опять же, то есть Apple здесь и правду сказала, и, к сожалению, сделала не очень приятную штуку для тех, кто покупает минимальные версии. Что же еще нам покажут? Apple Watch. Конечно же, уже тысячу раз говорил, Apple Watch, вроде как Apple решила вопросы с поставками, и все будет нормально. Их нам покажут на этой презентации. Все должно быть хорошо, все успели, все как надо. Но еще покажут нам один интереснейший гаджет, который все еще ждут, наверное, с прошлой осени, а глобально прям ждут с весны. Это AirPods 3-го поколения. Наконец-то, наконец-то мы их увидим, и реально у нас повторяется ивент 2016-го года, где было все показано то же самое. И к AirPods 3-го поколения мы еще с вами чуть позже вернемся. Я, как вам обещал, расскажу вам небольшой анонс. И здесь вы можете сказать, это все, Максим, больше ничего не будет. Но, по факту, скорее всего, нет. В теории, в небольшой теории, могут показать iPad 9-го поколения. Но здесь я вам прям никакой гарантии не дам. Скорее всего, это у нас пойдет на октябрь, туда в презентацию вместе с iPad'ами. Поэтому пока три вот таких глобальных продукта. Про каждый будет что рассказать, потому что про iPhone будет отдельный рассказ. Там камеры улучшили, то-се улучшили. О Apple Watch, я думаю, будет большой рассказ, потому что дизайн переработали. Ну и AirPods тоже самое, переработанный дизайн. А, кстати, по поводу AirPods'ов, пошел слушок, что у нас с вами останутся в продаже вторые AirPods'ы. То есть у нас будет AirPods 2, AirPods 3 и AirPods Pro. Соответственно, из этой линейки выпилится версия AirPods 2 с беспроводной зарядкой, которая, как оказалось-то, я сегодня только узнал, в наличии не особо есть. Потому что ее никто не берет. Потому что люди либо берут себе AirPods Pro, либо себе берут обычный AirPods без беспроводной зарядки. Странно звучит, ну да ладно. Поэтому вот такая вот фигня. То есть цену AirPods 3, да, где-то действительно стоит ожидать в районе 180 долларов. Что, в принципе, за такие наушники нормально. Ну а если по каким-то причинам они вам не нравятся, всегда сможете взять себе обычный AirPods второго поколения. Ну и анонс, который я вам обещал в начале ролика. Как вы знаете, конечно же, я буду транслировать презентацию на своем канале Diamonds Lounge. Если все еще не поставили себе напоминалку и не видели по какой-то причине, вот там ссылочка, переходите, посмотрите по подсказке. Можете поставить себе напоминание, чтобы трансляцию эту не пропустить. Начинаем мы за час до трансляции в 19.00 по Москве. Сама трансляция начнется в 20.00 по Москве. И так как это самое главное техно-событие года с точки зрения Apple, да может быть и даже вообще в принципе, то мы с моими партнерами и друзьями магазином TechnoDeus решили, что пусть будет немножко повеселее эта презентация для нас. И мы с вами разыграем новенькие AirPods третьего поколения, которые нам должны будут показать. Причем, если по какой-то невероятной причине их там не покажут, то победитель получит AirPods второго поколения, как самые актуальные вот эти обычные AirPods. Поэтому мне кажется, достаточно крутая штука. Тем более, что условия розыгрыша прям максимально простые, никаких миллиард подписок и всего такого. Просто подписывайтесь на Instagram TechnoDeus по ссылке в описании. И к посту, который там приурочен к презентации вот этих AirPods 3, просто оставляйте любой комментарий, все, вы участвуете. Завтра на стриме рандомайзера мы выберем какой-то комментарий. И, конечно же, мы напишем победителю. Главное, смотрите, чтобы Instagram был у вас открыт. Подписка на мой канал на Instagram вообще ни разу не обязательно, но это морально дает плюс несколько баллов к карме. И если победитель окажется не подписан, я лично буду гневать его через экран своей камеры, через экран монитора. Немного странно, в общем, звучит, но да ладно. Плюс ко всему этому, как вы помните, мы устраивали с вами викторину. По-моему, это было на WWDC, но, может быть, я ошибаюсь, мы с вами разыгрывали iPhone SE первого поколения. Вот примерно такое. И почему бы не разыграть еще один? Как вы помните, у нас там такая викторина-лотерея, то есть вы отправляете донатом до National Alerts 49 рублей, именно 49, пишете там аккаунт своего Инстаграма, Телеграма, любой соцсети. И также рандомайзером, кто выигрывает, получает. Естественно, участвовать можете неограниченное количество раз. Вот такая вот викторинка-лотерейка, подробнее на трансляции все еще раз напишу, расскажу, так что ничего интересного не пропустить. Вот такие вот у меня для вас огненные новости. По поводу AirPods третьего поколения, это прям, я считаю, победа, потому что новый девайс, как он поступит в продажу, мы его вам с Технодеусом передадим, или лично, или вышли, поэтому сможете обладать прям новейшим гаджетом Apple. Я даже немного жалею, что я сам не могу поучаствовать в этой акции. И, кстати говоря, здесь обращение к тем людям, которые пишут, что все это фигня. В прошлый раз мы разыгрывали AirTag, как вы помните, возможно, а возможно и нет. И у нас выиграл чувак, который написал, что все эти конкурсы фигня, не буду оставлять в свою социальную сеть, и не буду участвовать. У нас там надо было коммент написать на YouTube. И он как бы выиграл, но, естественно, приз он не получил, потому что ссылку на свою социальную сеть он не оставил. Поэтому еще раз, да, жизнь, она такая злая, если вы не хотите участвовать, вы напишите, вы обязательно выиграете. Если будете участвовать, то можете не выиграть. Ну, рандом он такой. Поэтому я бы на вашем месте не поленился и попробовал бы поучаствовать, тем более, что условия максимально простые. Что ж, так уже достаточно много наговорил. В общем, жду вас на трансляции. С вас, как обычно, лайк, коммент, подписочка, колокольчик. Все знаете. Я думаю, и без меня. Так что увидимся уже в скором будущем. Ну, а пока вот эти два ролика. Посмотрите. Специально подобран для основной алгоритмы YouTube. И вот сюда, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну, а с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока.